Тайны дверей, которые люди сами не откроют. Это тайны. Тайны заключаются в том, что у человека есть два психических цилиндра. Наружный и внутренний. Наружный психический цилиндр отвечает за отношения с людьми, за привычки человека, за его поведение, за его взгляд и так далее. Итак, внутренний психический цилиндр отвечает за настроение человека, за его характер, допустим, ранимый характер или нет, дневливый или нет, устойчивый или ранимый и так далее. Запомните все, наружный психический цилиндр у мужчины очень твердый. Ну, то есть, его поведение поменять нереально сложно. Его привычки поменять нереально сложно. Его взгляды, мужчина, взгляды поменять нереально сложно. Направленность жизни поменять нереально сложно. Допустим, жена говорит, что ты работаешь грузчиком, давай работать программистом. Ему очень трудно поменять свою специальность, очень трудно. Мужчина, вот, как выучился, так всю жизнь и будет жить. Он может поменять, но это очень трудно, очень трудно. Зато внутренний психический цилиндр, его характер у мужчины очень мягкий, податливый. Если женщина имеет доступ к сердцу мужчины, к его внутренней составляющей, тогда она может легко его поменять. Но для этого она не должна отробить наружную составляющую, иначе будет блок, она тогда не сможет пойти в сердце. Я вам расскажу, как в сердце мужчины менять его, так, чтобы он не сопротивлялся. У женщины наружный психический цилиндр очень мягкий, податливый. Она в поведении очень мягкая. Она легко меняет свои преданные привычки, если она считает, что ей это не надо в жизни. Она может легко поменять свою деятельность, работу, переучиться, переосмыслить всё, что она делает, начать жизнь с белого листа. Легко, женщине. Но внутренний психический цилиндр у женщины очень твёрдый. Означает, что если она обидчивая по природе, она всю жизнь будет обидчивая. У каждой женщины есть особая зона, это мужчины должны знать, когда они женятся, потому что от этого зависит и будущая жизнь. У каждой женщины есть зона отдыха. Что это значит? И она никогда в жизни не меняется. Это значит, что если женщине нравятся дорогие украшения, то вам придётся, дорогие мои друзья, их покупать по-любому. Почему? Потому что она без этого не сможет. Если, ну, не всем женщинам нравятся дорогие украшения. Если женщине нравится ездить, допустим, отдыхать на какой-то курорт, она без этого не может жить, она никогда это в своей жизни не поменяет. И вам придётся с ней ездить на этот курорт, хоть вам и не нравится. Иначе она с ума сойдёт. Если женщине нравится быть одной какое-то время, чтобы её никто не трогал, значит, тогда вам придётся её оставлять одну. Если вы не оставите, значит, у вас мозги слетят с катушек. Если женщине нравится общаться с женщинами, она любит поговорить с женщинами, то никогда это не поменяется. И если вы будете ей говорить, что ты так много болтаешь с женщинами, от этого ничего не поменяется. Поэтому прежде, чем женщину взять замуж, вы узнаете, что ей вот это нравится из всего этого скепера. Может быть, я не всё перечислю. Она это никогда не поменяет. И вы разберитесь, сколько это стоит, сколько на это надо заработать денег, справитесь вы с этим или нет. Но не волнуйтесь, этим также женщина занимается. Она, когда мужчину видит, первым делом она думает, он потянет или нет моих желаний. Она прикидывает. Прежде, чем полюбить, она прикидывает. Точно так же, как мужчине очень трудно поменять свои вредные привычки, так же женщине очень трудно поменять наклонности своего характера.